Поздно вечером 13 сентября гроб с телом королевы Елизаветы был доставлен в Букингемский дворец из Эдинбурга. Встретить его собралась вся королевская семья. Последние несколько дней вся мировая общественность не сводит с них глаз. После ухода Елизаветы Второй начались традиционные прощания с монархом, которые ознаменовали чередой мероприятий. И, конечно, все таблоиды и пользователи сети с интересом рассматривают траурные образы представителей короны. Король Чарльз Третий и королева-консорт Камила, принц и принцесса Уэльски, а также принц Гарри и Мэгн Маркл приехали поздно вечером в Букингемский дворец, чтобы встретить гроб с телом королевы Елизаветы, который прибыл из Эдинбурга. Фотографы сняли момент приезда членов королевской семьи в автомобилях. Все они были облачены в траур, а Кейт Миддлтон решила отдать дань уважения королеве с помощью трогательного напоминания о ее вкусах. Из украшения она надела жемчужные бусы, пишет Daily Mail. Жемчужная нитка – украшение, которое часто можно было увидеть на королеве Елизавете. Однако пресса молчать никогда не может, поэтому много споров было вокруг роскошного ожерелья Камилы Паркер-Боулс, новой королевы-консорт. Она предстала в чокере из четырех рядов жемчужных бусин и бриллиантовой броши, что показалось чрезмерным для траурного выхода. Подобная критика обрушилась в том году и на Кейт Миддлтон, которая, как известно, надела на похороны принца Филиппа, мужа Елизаветы II, жемчужный сет из колье и серег. Оказывается, что дело, как всегда, в традициях. Еще со времен королевы Виктории жемчуг считается каменем слез. Его надевают, чтобы подчеркнуть свою глубокую скорбь и печаль. Считается, что сочетание жемчуга и бриллиантов, красивый ювелирный жест, способный деликатно рассказать о душевных переживаниях в связи с утратой любимого человека. Безусловно, это актуально для Британии, в которой выражать скорбь бурно и эмоционально, считается дурным тоном.